Игнатий, добрый день, не видно что-то вас? Не видно нас, сейчас делаем, чтобы было видно. Давайте. Ну вас мы видим. Ну вот давайте, чтобы я вас видел. Ага, сейчас, сейчас. Вот. Так, хорошо. У вас на работе? Да, добрый день. Добрый день. Вы хорошо слышите меня, да? Да. Давайте говорите, кто вы и откуда? Ну мы из Украины, Одесская область, город Измаил. Понял. Кто-то с вами связывался с Измаилом? Мы там в Измаиле не были, а может даже были. Мы в тринадцатом году проехали Украину и Крым всю. Ага. Это у нас миссионерская поездка была, я в каждом городе дарил свои книги в библиотеке. Понятно, понятно. Ну теперь мы слышали о вас, так, чтобы узнать, вы там обитаете, как дело Христово творится. Да. Вопрос вы, вы спрашиваете вопрос там, что-то прописанное было у вас, вышло на компьютеры? Ну а о чем, об Украине? Не-не, вопрос наш к вам письменно проявился на компьютерах. А я даже не посмотрел сейчас, но вы говорите сейчас, что... Так, я сразу скажу, у нас все записывается и выставляется в интернет, вы не против? Ну почему против? Не, Христос все явно делал, ничего там не... Понятно, все, говорите, пожалуйста. Задавайте вопрос, какой? Ну вопрос о богопознании тайны Христовой, самой первой. Я уже ответил вам там. Ага, значит, есть... Ну мы посмотрим сейчас. Тайна, вся тайна заключается в том, что ни ангелы, никто не знал, как произойдет спасение человека и возвращение его в первозданное состояние. Речь идет о Христе тайна. Тайну, сокрытую от веков. И почему в послании к Тимофею он говорит об этой тайне. И показал себя ангелом. И ангелы не видели его. Они увидели его впервые в яслях. А бесы его так и не узнали. До самого распятия, и в распятии даже, и тогда они еще не знали. И до сегодняшнего дня они его не знают. А теперь уже открыто все знают. Как все знают? Откуда они его могли узнать? А как знают? Ну, о том, что у нас известно Евангелие напечатано, а тогда они не знали. Теперь знают избожники, это коммунисты, фашисты, все знают. Бери Евангелие, считай. Христос умер за наши грехи. Он всенародный, Второй Ристос, Святой Троица. Это все теперь известно. Ага, ага, понятно. Хорошо, но вы один раз, говорит, в Украине были, да? Ну, а на данный час вы куда-то, говорите, что приехали, где-то ездили? Мы ездили от Владивостока, мы в Барнауле живем, Владивосток, находка, дошли до туда, Тихий океан. И здесь тогда мы прошли всю Европу до Лиссабона, прошли Скандинавию и прошли Прибалтику, и нынче это север захватили каждый год. Миссионерская поездка. Едем свидетельствуем, где бывает в храмах, доступ есть, там проповеди говорили, и везде дарили свои книги. У меня 38 книг вышло, и поэтому в каждой библиотеке мы дарили. Я так уже принял такое на себя. Ну, книги ваши как? Покупаются, продаются или раздаются? Покупаются, покупаются. А это я положил 9 десятых, то есть 9 из 10 книг я подарил, а всего 1000 экземпляров-то, какой тираж-то. В библиотеке, в московской библиотеке, там библиотека Лейна историческая, ну и по порядку я говорю, где мы проехали. В Одессе, Николаеве, в Киеве, в Киеве, в парламентской, национальной, мои книги все находятся, в Харькове, где мы были. А у вас катакомбные есть православные? Есть, конечно. Есть, конечно, да? Они всегда были. Всегда были. А вы как с ними где-то встречаетесь? Сейчас я не встречаюсь. А вот раньше было, я с ними встречался, у них дети не ходили в школу. Ну и получилось так, что я миссионер, свидетельствую, и сразу от них 32 человека пришло. Даже руководитель приехал, вся паста приезжает, никто не возвращается. Но они с остатками приехали, чтобы их вроде отбить как-то, и сами остались здесь. Ну у них монашеские щены были, ну я пошел с ними вместе в епархию. Тогда был Гедеон здесь, он Ставропольский потом был. Их всех в этом щине оставили. Одна из них, Раиса Шишкина, потом была настоятельница монастыря, там у нее другое имя Ксения было. Вот. То есть я с ними очень близко знаком. Хотелось бы, чтобы выйти тоже к ним, если есть у них какие-то скайпы, данные, если вы сможете нам прописать их скайпы, чтобы мы с ними связались тоже. Не знаю, я думаю, у них и нет ничего этого. А они в этом вопросе были, только через нас они начали маленько приобщаться. Были такие, которые электричества не имели. То есть такие у них выдумки были, ну завихрения просто. Надо было говорить, показывать. Паспорта вот те зеленого цвета можно было иметь, а эти красные нельзя тогда еще, по тем временам. Ну вот, которые пришли, 32 человек, они получили паспорта, вышли на работу, стали пенсию получать. Сколько они беды бедно натерпелись. Мы показали им, что церковь имеет благодать. Но, а вы находитесь на церковном, скажем, части пособия, потребных на училии, на государственном? Как? Я же не священник. Как не священник? А может ли человек быть в церкви не священником? Ну, духовно да, мы все цари и священники. 1.5 Откровение написано. Но, у меня брат, он протоиерей, отец Аким, 37 лет уже, наверное. А я щтец, всего лишь щтец. Дело в том, что все духовные, они цари и священники, а все плотские, они помрут. Заживо. Это правильно. Я говорю в том плане, что у нас есть особый класс священства, как у евреев было левицкое колено. Но это священство не Аронова, а жрецкого образа. Ну, правильно. А ну, не Христовый, по чину Милых Осидеков, это Христовый чин священства. Ароновой он отсутствует в России, а жрецкий присутствует. А Аронова, я думаю, только у левитов было бы. А да, но это Аронова, это, да, это в Израиле, это до Христа Аронова священство имело силу. После Христа оно завеса разодралась. Теперь чин Милых Осидеков в церкви действует. А Аронова, оно не имеет сил, а жрецкий образ, вот они сегодня присовокупили ко Христу. Это антихристоходячие. Разумеете меня, да? Ну, я понимаю так, как вы говорите, что, если так брать уже по-большому, то часть евреев обратилась ко Христу, они имеют Христово священство. Ну, конечно, конечно, те, которые уверовали, и они на своем корне находятся, то они, конечно, прибудут в благодать, и из языческих, которые присоединились к вере, они все от одной, когда я скажу, соки смоковницы природной питаются. Один дух, одна вера, один Бог, одно крещение, одно тело. Две церкви нема в России и в Украине, тоже нема две церкви. Есть церковь Христова. Да. А лжеучителя, которые повод распустого распространили, каждая делает свою катакомму или там, я не знаю, как они их называют там. Ну, есть священство, даже катакоммуна, это одна церковь, одна. Там, где есть законно руковоположенный епископат от апостольских времен. Вот это только определяет. Ну, может ли быть, даже если они есть от апостольских, то они никогда не разрушались и не могут быть разрушены. Конечно. Слава Господа, они сильны. Я создам церковь мою, врата, а не одолеете ее. То есть борьба будет идти, но это не значит, что они победят. Да, сейчас останется. Почему апостол Павел говорит, «Се творите мое воспоминание, доколь он приедет». Это один стих, который говорит, что род Божий христиане прибудут до его второго пришествия. Правильно, правильно. Молодцы. Хорошо, тогда даст Господь, будем на связи. У нас уже в скайпе есть. Видели лицо так по скайпу друг друга. Хотелось бы, у вас в компьютере книги тоже находятся, да? Да. Вот вы, если зарядите просто в Google, сайт Игнатия Лапкина, вы выйдете на сайт, и там все мои книги, еще даже 7 книг не опубликованы. То есть они никогда не будут уже, я уже отошел, но они в интернетной версии. Кроме того, там вы найдете 50 книг, моим голосом насчитанные. Можете скачать, это Библия, Златоуст 12 томов, 12 томов Жития святых по Дмитрию Ростовскому, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Дещенко. Это все на моем сайте. Хорошо. А что бы вы хотели передать измельским людям в Украине, Одесской области? Там те, которые вас знают. Ну, что передать? Они нас и так знают. Я им что буду передавать, если мы разговариваем. Вот это разделение, которое сейчас там есть, это москаляку на геляку, это все сатана придумывает. Мы один народ, не два народа. Это один народ, а одна вера. Да, да. Это про нас так говорится. У меня, допустим, у батюшки жена Антоненко. Вот стоит Пащенко. У меня самый близкий друг, который потеряется, Савченко. У нас куда ни кинь, везде украинцы. Добренько, добрый, Игнатий. Рады были слышать голос. Но теперь то, что вы написали, мы проверим, исследуем там опознание тайны Божества в лице Иисуса. Там только скачивают, там проверять-то нечего. Представьте, вы дорогой едете, там архипелаг ГУЛАГ насчитанный, или Библию полностью. Едешь, слушаешь, пошел куда-то, там жена кто, она пускай включит, с картошкой там возится, стирает и одновременно слушает, чтобы она не отставала. Это большое дело. С жития святых 12 томов слушать. Хорошо, хорошо. Ну, добрый, пусть Бог хранит. Привет там, кто любит Господа, кто стремится к делу Господнему. А вы на нашем канале на YouTube-то бываете? Да нет, наверное, только сейчас с вами и так слышали. Несколько там речей просмотрели о браке, значит, о вечере Господней. Вот это. Там наших роликов около 4 тысяч. Ага. Это очень много. Там фильмы, которые государственно у нас сняты. Государственные. Еще прошло. Это не простые фильмы. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Второе первое место в России. Это документальные фильмы о православии. Вам будет это интересно послушать. Но вы с Кириллом чашу Господнюю вместе пьете? С каким Кириллом? Который там в Москве где-то сидит. Российский. Вы имеете ввиду патриарха? Он так себя называет. Ему-то патриархи далеко. Нет. Мы к московской патриархии не относимся. Мы к русской православной зарубежной церкви, которые признали акт о каноническом общении. А зарубежные... Две наши только общины на всю Россию, которые остались, не ушли ни в какую юрисдикцию. Ага, ага. Понятно, понятно. Но мы тоже в числе народов не находимся. Но в ущелье скалы под покровом утеса. Ну да, голубица там находится. Да, да, молодец. Голубица моя голубица. Да, да, правильно. Надо выйти и показать лицо и голос приятный. Лицоприятный голос сладок. Да. Ну и там работа еще одна назначена для голубицы. По второй главе песни Пестней. А вы вот зайдете, если на наш... На сайт, только на сайт зайдите. А там сразу на форум перейдете. На форум у меня полторы тысячи тем. Там огромный-огромный форум. А уже там видно, где YouTube, в Mail.ru. Вы там найдете 16 или 17 тысяч фотографий наших только. Хорошо. У нас детский лагерь, детский православный лагерь. Мы были единственные в Советском Союзе. Ему 44 года. Ага. Мы строим православную деревню с нуля. Понятно, понятно. Ну так вы живете как бы равный гомер, равная часть, равная жребие, равная доля. Или каждый в своей... Один живет, у него немного что-то, а другой больше держит коров, и у него, значит, больше и достаток. А фермер, у него там 180 гектар земли. И вот, которые люди приезжают, но у него ничего нет. Он начинает первая коровенка, первая овечка. Понятно. Ну и так далее. Ну и огород, конечно. Кто-то пчелок. Приезжает молодой парень, сейчас думает пчелом. Там пчелы хорошо водятся. Земля прекрасная, чернозем, как на Украине. Добрый. Но у вас точный адрес, где вы там в России находитесь, есть здесь, в скайпах? В интернете у вас записано? Да, в Потеряевке есть. А таких, которые из катакомбных, и таких я не знаю. Не, касательно вас я и только говорю. Именно ваш адрес. Я-то в городе нахожусь. Мы там работали, лето. Сейчас мы приехали сюда. А какой город? Барнаул, Алтайский край. Барнаул, Алтай, Алтай. А северный, там Новосибирск у нас. Понятно, понятно. Но если Бог любит дорогу на ваших краях, значит, мы постараемся посетить вас. Если же обменяемся городами, адресами, если вы будете в нашей АТО, вы постарайтесь нас посетить. Теперь уже туда мы не попадем. Мы с Украиной вовремя успели, пока не было этой смуты. Мы там были среди своих, и в храме выступать приходилось, говорить слово. Священники, народ собирали. Вот Николаевская область нам очень близкая, там наши люди живут. Вы, может быть, слышали такое, Доманевка, село? Не, не, не слышал. В Одессе у нас очень хорошие люди живут, которые пришли из баптистов, им проповедовали. То есть у нас такие люди есть, которые из сектантов пришли. Очень хорошие. Это не случайно не Санников заходил к вам? Кто, кто заходил? Санников, Санников. Ректор семинарии баптистских по Украине. Он в Одессе живет. Не знаю. Там вот, которые живут, Тамара и Анна. Ага. Кто у них там, Бойко там судили они, Азарова. Да, да, да. Николаев Графович этот. Ага. Ну, мы здесь некоторых знаем в Одессе, знаем. Мы с ними и встречаемся, по мере возможностей. А вы зарядите где-то в Мейл.ру или где-то. У него скайп есть в Доманевке. Это Николаевская область. Цихотский Александр. Очень хороший человек. Ц, первая буква Т. Ц, цыпленок. Ц, цыпленок. Цихотский Александр. Сейчас запишем. Цихотский Александр. Ага. С села Гоманев. Гоманев. Пропишем, да. Он приезжал к нам сюда и принял крещение в полное погружение. Ага. Молодец. Мы в Одессе были, там ночевали, близко знакомые от умера Иона у них. Ага. Да, 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 да. Мы его лично знали. Мы в курсе. Встречались с ним, беседовали, молились, ночью там с ним были. Все. Цихотский Александр еще, как вы сказали? Да, Цихотский Александр Всеволодович. А в Одессе Тамара Умнова. Тамара. Деревня Доманевка. А, деревня Доманевка. Это Николаевская область, да? Да, Николаевская Доманевка. Доманевка, да. А в Одессе как? А в Одессе там Умного Тамара. Умного. Ага, Умного. Умного Тамара Одесса. И Анна там у них. Мы здесь с ними свяжемся. Здесь нам легко будет. Здесь ближе. Православный какой-то храм там узнать, где они. К чему принадлежат там где-то. Они из баптистов. Очень хорошие благовестники. Сколько они потерпели. Умного Тамара еще кто рядом там? Анна. Вознюк. Анна? Вознюк. Вознюк. Мы найдем и сообщим вам, что нашли, не нашли, скажем. Я бы адреса их даже мог найти. Ну если это не трудно. Если не трудно. Да не трудно сейчас пока говорить. Я сейчас загляну и... Хорошо, хорошо. Вот. Сейчас вот смотрю. Старые адреса. Старые. Вот. Подожди-ка. Парус там. Вот. Вот Александр Сихоцкий. Да. Адрес почтового ящика. А, ну это уже почтовый ящик-то. Труднее. Ну мы выйдем на скайп, их не найдем. Телефон анима там, ничего. Да, наверное, где-то даже и были бы. Сейчас я не могу не найти. Потому что мы уже туда не надеялись ехать. Это куда-то я переместил. А измаиль. А что измаильские некоторые хотят с полным погружением? У нас только полного погружения. Крапление, мощение. У нас за крещение не признается. Просто профанация. То есть люди были обмануты. Но касательно измаила, они там хотят некоторые уже креститься. В Измаиле это сотворить или что-то, какое-то совещание сделать? Ну надо искать где. Вот у меня нынче было скорее Лафинский, там они нигде не могли найти. Ехать далековато. Они поехали на Афон. Так там монастырь весь вышел, в море крестили. Монахи. Монахи там не признают вот это, что там, униат и прочее крестят. Православные это лбы мощат. Они их не признают. Правильно, правильно. У нас все до одного крещеных в полное погружение. Ну я тогда с измаильским поговорю. Если что, то можете в Измаиле устроим. Те, кто захотят креститься, погрузим их. Это было бы здорово, конечно. Можно было бы направлять к вам. Мы поговорим. Я их призову. Я скажу, чтобы я с вами... Потому что они меня просили с вами переговорить, выйти на скайп уже давненько. И там, Господь, сегодня это мы сделали. Поэтому я их соберу, там переговорю, оповещу. И если они там с вами будем иметь связь, захотят, значит, мы погрузим их в Христа в воде в полном погружении. Да. Чтобы был священник законный, рукоположенный, незапрещенный. Больше ничего иначе. Чтобы ни одной копейки нигде не платили. Правильно. Вот мы тоже этого держим. У нас это намертво запрещено. Надо помочь. Тогда уже придет время. Человек сам сделает это. Но чтобы этой симонии не было. Молодцы. Молодцы. У нас в церкви, вот у нас торговли нет. Совершенно. Свечи собираем вместе деньги. На пасеке покупаем воск. Наши сестры льют свечи. И батюшка ставит сколько надо. У нас движения нет. Вот мы за 7 минут дается сигнал. Все заходят, замерли. 7 минут полная тишина, ни одного движения. Только молимся. Благодарим за неделю, чтобы у батюшки было настоящее огненное служение. Тогда открывается царские врата. Начинается через 7 минут служение. Доброе, доброе. Пусть Господь хранит. Да, спаси Христос. Иоанн Златоуз говорит, наведи порядок, потом начинай служить. Да. Но казак он говорит, работу на поле закончить, после устрояя свой дом. А после, говорит, перед тем, как служение, должно быть омовение. Омовение после облачения, помазания и после жертвы крови на четырех углах жертвенника. И во имя Иисуса Христа. Да, это в духовном уже переходим. Чистая жертва в имя имени Иисуса Христа. Вас как звать-то? Иван. 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 Это вы из Измаила, да? Да. Вот так. Ну, все, тогда вопросов больше, если нету. Да, если уже будут, значит, пока с этим первым разберемся, после пойдем дальше. Сначала вы, когда вам что-то нужно будет, дайте в писанном виде сигнал. Хорошо. Потому что у меня бывает занятость. Вот сейчас подряд три человека были. Люди спрашивают, нуждаются в помощи. Добрый Влад и добрый. Пусть Бог... Вы выходите на наш YouTube, и вот это, что мы говорим, это будет выставлено. Вы посмотрите, скажете, как хорошо, что записано. Хорошо, добрый Владимир, с Богом, с Богом, с Богом, с Богом, с Богом, с Христос. Да, 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 да. Это, 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 это мы... Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok